Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидьте Иисуса в действии. Служение Расцвет пробуждения. С Хермесом Фалька-младшим. Добро пожаловать на Расцвет пробуждения. Я ваш ведущий Хермес Фалька. Сегодня мы продолжим говорить о том, как слышать голос Божий. Это очень важно для христианин. Если вы сегодня не знаете голоса Божьего, если вы не можете распознать и понять его голос, то вы будете обмануты. В мире полно обмана. Библия говорит о старом змее, который обманывает весь мир. И как я говорил в предыдущей программе, в мире звучат три голоса. Голос Божий, человеческий голос и голос дьявола. Если вы начнете прислушиваться к голосу Божьему через Его Слово и другие средства, о которых мы поговорим сегодня, то сможете выставить все атаки дьявола и ходить в победе, которую обещает нам Библия. Иисус сказал в мире, «Вас ждут скорби, но радуйтесь, потому что Я победил мир». Если сегодня вы начнете учиться тому, как слышать голос Божий, то получите направление для всего, что вам нужно. Вы получите необходимую мудрость, получите понимание духовных вещей, которые помогут вам ходить в победе, которую одержал для нас Иисус. Ну, а что касается голоса Божьего, то есть еще один способ, как Бог говорит к нам. Я называю его «внутреннее свидетельство от Святого Духа». Запомните. «Внутреннее свидетельство Духа». В послании к римлянам, 8 главе, 16 стихе, сказаны замечательные слова. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Возможно, вы согласитесь со мной, что самое важное в жизни — это не дом, в котором вы живете, не машина, которую вы водите, и не деньги на вашем банковском счету. Все это хорошо, но это не самое важное. Самое важное — это вечная жизнь. Уверенность в спасении может дать только Иисус. Когда все закончится, кому какое дело, какая у вас машина? В каком доме вы живете? Кого будет волновать хоть что-то из этой жизни, если вы пойдете в ад? Я не говорю, что все это не важно, но это уже не будет иметь значения по сравнению с вечностю. Мы знаем, что спасены, потому что имеем внутреннее свидетельство от Духа Божьего. Он говорит нам, что мы спасены. Когда вы отдали свою жизнь Господу, то получили внутреннее свидетельство. Дух Божий свидетельствует в вашем духе, что вы спасены. Вы можете сказать, «Да, я спасен, потому что отдал свою жизнь Иисусу». И когда я это сделал, то получил внутреннее свидетельство от Духа. Теперь я — ребенок Бога, и я рожден свыше. Но мало кто скажет, что вы спаслись, потому что кто-то пророчествовал вам, проповедовал вам, или возложил на вас руки. Не было такого, что вас помазали елеем, и благодаря этому вы спаслись. Нет, вы знаете, что спасены, потому что у вас внутри есть внутреннее свидетельство о том, что вы спасены. А теперь я хочу заставить вас думать. Если о самой важной вещи в жизни, о спасении, вы знаете благодаря внутреннему свидетельству, то насколько больше ваш дух будет свидетельствовать о других вещах в жизни, скажем, о карьере, о бизнесе, о финансах, о доме, о браке, о церкви, о любом шаге, который вы делаете в жизни. Возможно, у некоторых из вас в жизни были моменты, когда вы интуитивно чувствовали что-то в своем духе. Это сложно объяснить. Когда Дух Божий говорит вам, «Не иди туда, не общайся с этим человеком, не иди в эту церковь, сделай то или это», то вы слышите это не в голове, а внутри, в вашем духовном человеке. Бог общается со своими людьми через Святого Духа. Иисус сказал, «Я уйду, но пошлю к вам другого Утешителя, Духа Истины, того, которого мир не может принять». Когда мы понимаем это и признаем внутреннее пребывание Духа Божьего, то чувствуем обличение и свидетельство в Духе, в своем Духе, вот здесь, относительно всех жизненных вопросов. Так же, как вы имеете внутреннее свидетельство о своем спасении, вы будете иметь свидетельство о бизнесе, о решении относительно покупки дома, относительно покупки машины и даже относительно простых жизненных вопросах. И чем больше вы учитесь прислушиваться к этому голосу, голосу Святого Духа у вас внутри, тем больше вы ходите в истине и в благословениях. Вы начнете прислушиваться к голосу Духа Божьего и начнете Ему повиноваться. Возможно, вы понимаете, о чем я говорю, потому что голос Божий говорит что-то внутри вас, но вы не слушаетесь. Вы оступились, и что-то пошло не так. Многие люди ждут, пока Бог что-то сделает, тогда как Бог уже вложил внутрь вас свое желание. Это еще одна вещь, которой мы учимся, когда развиваем более глубокие отношения с Богом. Когда мы наслаждаемся Господом, Он дает нам желание нашего сердца. А почему так происходит? Вы не задумывались? Потому что тогда наши желания совпадают. Мы желаем не только плотских вещей, но и того, что согласуются с Его желаниями для нас, Его планами и мечтами. Таким образом, вы позволяете Духу Святому прожить жизнь Иисуса через вас. И тогда Он говорит вам, что правильно, а что нет. Он дает вам мудрость в вашем духе. И вы знаете, что именно вам делать. Вот вам ключевая мудрость, внутреннее свидетельство Духа. А теперь дам вам подсказку. Многие верующие игнорируют это свидетельство. Но почему? Это очень просто, но в то же время глубоко. Почему? Скажу вам, почему. Все потому, что это не сверхъестественный способ того, как говорит Бог. Он сверхъестественный, но совсем не зрелищный. Это лишь внутреннее ощущение. Поэтому многие верующие чувствуют его, но игнорируют. А все потому, что это не гром и не молния, не огонь и не ветер. Это всего лишь тихий голос внутри. Однако, если это голос Божий, то он очень важен. На личном опыте я понял, что все, что говорит Бог, очень важно и ценно. И мы должны прислушиваться и выполнять это, будь то сон, голос, слово, пророчество или любой другой способ, который он выберет, чтобы говорить к вам. Запомните, вы должны к нему прислушаться и повиноваться, потому что это важно. Иногда Бог не говорит к вам через пророчество, но он дает вам внутреннее свидетельство. Просто повинуйтесь тому, что он вам говорит. Это очень важно. Вы даже можете услышать пророчество, которое не согласуется со Словом Божиим, и ваш дух скажет вам, что оно не от Бога. Поймите меня правильно, я не против пророчеств, я сам получал истинные пророчества, которые сбывались, и сам пророчествовал другим. Поэтому я знаю, что пророчества существуют, но мы должны понимать, что внутреннее свидетельство поможет нам разбираться в жизненных вопросах. А если вы слышите голос Божий в своем духе, то прислушивайтесь к нему, не игнорируйте, иначе вы столкнетесь с последствиями. Но есть еще один способ, как говорит Бог. Сейчас мы уйдем на перерыв, а после него я расскажу вам о другом способе, который описан в Библии, и который действует в жизни. После этого мы помолимся за вас и за то, чтобы Бог благословил вас и научил вас слышать голос Божий и ценить его. Пусть Господь благословит вас во время просмотра видео о чудесах в разных странах. А после этого мы помолимся за вас и продолжим говорить о чудесах. Я высвобождаю силу Божию и проклинаю артрит во имя Иисуса. Я приказываю этой болезни покинуть ваше тело прямо сейчас. Артрит, уходи во имя Иисуса. Боль, уходи во имя Иисуса. Во имя Иисуса, уходи. Как часто вы чувствовали боль? Каждый день. Каждый день на протяжении восьми лет. Боль ушла. Да, боль ушла. Вы только посмотрите на это. Аллилуйя. Что произошло? 15 апреля этого года исполнилось три года с тех пор, как она попала в аварию. Три года назад? Три года назад. У нее были проблемы с нервами. также у нее постоянно болела поясница. Из-за аварии? Да, из-за аварии. А что случилось сегодня? Она говорит, что почувствовала тепло, задрожали руки, а потом и все тело, и теперь она исцелена. боль ушла? Никакой боли. Теперь я могу двигать руками. Сделайте то, что не могли сделать до этого, раньше. она не могла сгибать ноги в коленях. А сейчас сможете? Давайте, покажите нам это. Слава Иисусу! Боли больше нет. Никакой боли в пояснице. ее все еще трясет. Она переживает и волнуется. Вы счастливы? Да, она счастлива. Кто вас исцелил? Господь. Иисус. вы ничего не видели, а сейчас я вижу. Какой глаз был слепым? Оба глаза. Сколько пальцев вы видите? Сколько пальцев вы видите? Один, два, три, пять. Слава Иисусу! Господь открыл слепые глаза. Как долго у вас была эта проблема? Долгих три года. Он не видел три года. Я вообще ничего не видел. Вы ничего не видели? Вообще ничего не видел. А теперь нормально? Видите? Да. Воздайте славу Иисусу. Иисус все еще открывает слепые глаза. Он не мог видеть три года. Три года он ничего не видел. А теперь он видит нормально. Это сила креста. Как вы? во имя Иисуса спасибо, Господь. Во имя Иисуса Господь спасибо за Твою силу и Твою славу. Господь, прикоснись к Нему прямо сейчас. Славим Тебя, Господь. во имя Иисуса Будьте исцелены полностью. Во имя Иисуса Христа. Как вы себя сейчас чувствуете? Вы в порядке? Вы могли так раньше ходить? Нет, не мог. как долго вы были таким? Дайте мне это. Десять лет. Десять лет. Вы могли ходить только с этим? Да. Почему? Потому что я чувствовал сильную боль в коленях. Очень сильную? Да, очень. А что произошло здесь? Что вы почувствовали? Почувствовал ток, проходящий через мое тело. Ток это сила Божия. Вы в порядке? Даже очень, очень в порядке. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Аллилуйя! Аллилуйя! Иисус продолжает исцелять больных. Потому что Он живой. Возьмите это. Что? Еще раз. Вы можете взять мои костыли с собой в Америку. Хорошо. Я возьму их с собой. в Америку. Слава Богу! Хвала Господу. Удивительно, что мы можем быть свидетелями Божьего движения. Я считаю, что ради славы Божьей мы должны повсюду видеть Божие движение. Я также считаю, что это привилегия и честь. Где бы мы не проповедовали Евангелие, Господь подтверждает свое слово, касается людей, освобождает их и исцеляет. Я так счастлив, что могу быть этому свидетелем. Важно молиться и быть послушным Духу Божьему. Итак, мы говорим о голосе Божьем. Есть еще один способ, который я хочу предложить вашему вниманию. Во-первых, это слово Божие, во-вторых, внутреннее свидетельство, и в-третьих, Бог может говорить через сны. Это очень интересный способ Божьего общения с вами, потому что вам не нужно ничего делать, а только спать. Это настоящее благословение. Вам не нужно стараться или напрягаться, вам нужно только отдыхать. И мне это очень нравится. Иногда Бог говорит со мной через сны. Я не знаю, в какой церкви вы выросли или вообще принадлежите к церкви. Речь не об этом. Но некоторые церкви не верят в сны. Они говорят, у нас есть Библия, поэтому нам не нужны никакие сны. Однако из Библии мы знаем, что Бог всегда говорил через сны. В бытии Он говорил так с Иосифом. Также Он говорил с Иосифом тем, что является земным Отцом Иисуса. Он был не биологическим, а земным Отцом Иисуса. Бог много говорил с Иосифом через сны. Помните, когда Иосиф и Мария обручились и собирались пожениться, оказалось, что Мария беременна? Можете представить, в каком положении находился Иосиф? Читая Новый Завет, мы можем подумать, что это было легко и просто, а все потому, что мы знаем эту историю. Но если вы мужчина, представьте себя на месте Иосифа. В той культуре и даже в современной культуре, если пара обручена, а девушка беременна, то мужчина может сказать, я больше не хочу на тебе жениться. Иди-ка своей дорогой. Именно в такой ситуации оказался Иосиф. Он захотел по-тихому развестись с Марией и отпустить ее. Однако, когда он спал, ангел Господень явился ему и сказал, не бойся, Иосиф, жениться на Марии, потому что этот ребенок был зачат Святым Духом. Благодаря этому сну Иосиф принял Марию как свою жену, а потом стал воспитывать Иисуса. Так, благодаря этому сну, он исполнил свое предназначение от Бога. В той ситуации у Иосифа не было писания или внутреннего свидетельства, а сон стал ключом, который высвободил голос Божий в его жизнь. А когда Ирод решил убить Иисуса, что использовал Бог, чтобы спасти его жизнь? Он проговорил к Иосифу опять же через сон. Ангел Господень явился к Иосифу и сказал, возьми свою жену и сына и уходите в Египет, потому что его хотят убить. они пошли в Египет и когда они были там, Бог послал Иосифу еще один сон и сказал, те, кто хотели убить ребенка, теперь мертвы и вы можете возвращаться. Послушайте, переезд Иисуса в Египет, а затем его возвращение произошли благодаря сна. Это значит, что Господь вел и направлял Иосифа с помощью снов. Однако, вам нужно быть очень осторожными, чтобы проверять, исследовать, а также молиться за сны, которые дает вам Бог. Некоторые сны могут быть плотскими и естественными. Вы съели слишком много пиццы или мяса, и вам приснился сон. Это, конечно же, шутка, но я пытаюсь сказать, что Бог может говорить к вам через сны, чтобы предупредить вас, ободрить вас, а может и предсказать что-то. Бог может говорить с вами через сны, как Он делал это в Библии. Сны не закончились. Сны от Бога всегда согласуются со словом от Бога. Если какой-то ваш сон не согласуется со словом Божьим, просто забудьте о нем. Но не забывайте обращать внимание на то, что именно вам снится, потому что это может быть послание от Бога, и вы не захотите его пропустить. Представляете, что было бы, если бы Иосиф сказал, «Я не верю в этот сон. Кто-то хочет убить Иисуса? Нет, я останусь здесь. Я не собираюсь прислушиваться к снам. Да, мне явился ангел, но это ровным счетом ничего не значит. Это всего лишь сон. Нет, для него это был вопрос жизни и смерти, поэтому он прислушался. Сегодня мы имеем Евангелие, потому что Иосиф был послушан своим снам, иначе Иисус был бы мертв, так что слава Богу за сны. Бог может говорить к нам по-разному. Один из способов это слышимый голос Божий, то есть вы можете услышать его своими ушами. Да, вы так можете. Бог сказал Адаму, «Где ты, Адам?» Это был слышимый голос. В Писании много примеров того, как Бог говорил слышимым голосом. Помните, как по дороге в Дамаск Павел встретился с Иисусом? Он ясно услышал голос Божий. Бог сказал «Савл», «Савл, почему ты гонишь меня?» И Павел спросил, «Кто ты, Господи?» То есть Бог может говорить к вам слышимым голосом. Он может говорить к вам в вашем духе. Он может говорить к вам через слово и через ваши сны. Не думайте относиться к этому с пренебрежением и считать это чем-то неважным. Будьте очень внимательны, потому что Бог говорит всегда, «Но вам нужно настроиться на его голос». «Я хочу услышать то, что ты хочешь мне сказать, Господи. Я хочу слышать твой голос. Я хочу знать, что хожу в твоей воле для моей жизни. Я хочу знать, что я выбрал правильную карьеру, правильного партнера для брака, правильное служение с помощью водительства Святого Духа. Когда вы слышите его голос, он берет на себя ответственность за свои слова. Это важная черта голоса Божьего. Когда он говорит, а вы повинуетесь, то это уже не ваше, а его ответственность, чтобы его слово исполнилось. Библия говорит, что он следит за исполнением своего слова. Вот в чем сила послушания Богу. Вы повинуетесь? А он берет ответственность за исполнение его слова в вашей жизни. Ну, разве это не замечательно? Я хочу помолиться за вас, а потом мы продолжим говорить о голосе Божьем. Хочу помолиться о том, чтобы Господь коснулся вашей жизни и открыл ваши уши, и вы услышали его голос. Давайте склоним наши головы. Отец, спасибо тебе во имя Иисуса за каждого, кто слышит меня сейчас. Высвобождай голос с небес. Пусть они услышат. Дай им уши, чтобы слышать. Во имя Иисуса я молюсь за открытые уши. Я разрушаю все, что вас отвлекает. Я молюсь о ясности. Также я молюсь об освобождении наших зрителей от демонических духов. Во имя Иисуса силой своего духа. Я приказываю всем твердыням дьявола покинуть вашу жизнь прямо сейчас. Я провозглашаю свободу вашего духа во имя Иисуса. Свободу разума и свободу в том, чтобы вы могли слышать голос небесного Отца во имя Иисуса. Господь, разрушь все, что их отвлекает, разрушь все барьеры и неверия, всякий обман дьявола во имя Иисуса. Пусть звук твоего голоса услышит целое поколение. Это поколение жаждет услышать твой голос. Пусть они будут свободны и пусть они услышат твой голос сегодня, четко и ясно, будь это во сне или наяву. Во имя Иисуса. Аминь. Послушайте, у нас есть онлайн школа, в которой вы можете учиться. В нее записались люди из разных стран, чтобы изучать слово о том, как слышать голос Божий, о крови Иисуса, об исцеляющей силе Бога, о пророчествах. Также я приглашаю вас стать нашими партнерами. Где бы вы ни жили, вы можете стать нашим партнером и способствовать распространению Евангелия через Крусейды, конференции, телевизионное служение, помощь бедным и многие другие методы. Мы очень ценим вас, мы любим вас, пишите нам, мы рекомендуем вам быть в том месте, где вы можете слышать Бога. Пусть Бог благословит вас. Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление Спасение Чудеса Свобода Увидьте Иисуса в действии Служение Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька младшим Продолжение следует...